Привет, техноманы, на связи Smart Plus. В нем есть модуль NFC, в нем достаточно производительный проц от Mediatek Helio P65, 4128 гигабайт памяти, в нем батарея на 4500 мА, неплохие камеры, интересная оболочка. Но и вопросы к нему тоже есть. Это Vivo V17 Neo. Итак, все официально для рынка Украины с нормальной прошивкой и всеми нужными европейскими бендами. В комплекте у нас прозрачный силикон, пригодится. Блок зарядки с поддержкой быстрой зарядки, кабель microUSB и гарнитура, инструкция, гарантийка и так далее. В общем, неплохой комплект. Как видите, цвет у меня сугубо женского направления, такой себе нежно-бирюзовый, плавно переходящий в фиолетовый внизу. Я бы очень вряд ли взял себе такой цвет, но да, выглядит красиво. Благо, есть темно-синий с ромбами, это уже было бы получше и еще и красивее, на мой взгляд. Зато на этом меньше видно отпечатки, хоть если одеть родной чехол, это уже не так важно. Дисплей 6, 38 дюймов, Full HD+, конечно же, и это у нас Super AMOLED. Материалы корпуса явно недорогие. Например, рамка пластиковая, а вот задняя крышка так похожа на стекло, что я долго томился в сомнениях, что же это такое. Искал инфу, одни говорят стекло, другие пластик, но сравнивая с реальным стеклянным смартфоном, понял, что здесь все-таки пластик. Или какой-то полимер, приближенный к стеклу. Очень-очень похоже. А теперь смотрим сюда. Я, конечно, все понимаю, но что здесь забыл microUSB вход? Копеечный Type-C трудно было установить, это же не бюджетник, а середняк. Ну же, Vivo, что с вами не так? Это уже не актуально. Спасибо, хоть что вход под наушники оставили, и он рядом. Слот под сим-карты полноценный на две симки и карту памяти одновременно это плюс. И тут у нас кнопка вызова Google Ассистента. Я лично пользуюсь им, и мне это удобно. В общем, телефон не маленький за счет экрана, и этого не самого маленького нижнего подбородка. Можно сказать, самый популярный формат на сегодня. Хоть рамки тут действительно небольшие, и производитель указывает, что экран занимает 90% передней панели. Вырез тоже есть, как вы заметили, под фронталку на 32 мегапикселя. Доберемся еще к ней, посмотрим. Сам экран AMOLED. 19,5 к 9, и это влечет за собой автоматические плюсы данного типа экранов. Always-on display? Пожалуйста. Сканер в дисплее? Пожалуйста. Глубокий черный цвет? Не вопрос. Как и отличная максимальная и минимальная яркость. Насыщенные цвета, отличные углы обзора, все тут есть. И тут же минусы. Конечно же, шим. Думаю, все уже знают, что это такое. Это самый большой недостаток таких экранов. То, что сканер в дисплее, это очень даже круто. Он срабатывает действительно очень точно. Но есть момент, который меня парит. Если смартфон лежит на столе, его сначала нужно расшевелить, чтобы он показал сканер. Только тогда он сработает. А так, тихонько разблокировать у меня не получалось. Выходит, его нужно брать в руки. А как же плюс того, что сканер спереди в дисплее, когда он лежит на столе. Также при помощи фронталки можно разблокировать смартфон сканированием лица. И это у него получается очень быстро. Далее нас интересует процессор и быстродействие. Это Helio P65. Тут оболочка просто летает. Сейчас даже бюджетные процы ворочают оболочки в принципе без проблем. Открывается здесь все быстро, но мелкие подлагивания я тоже замечал. В Antutu данный проц набирает почти 147 тысяч баллов, а это неплохо. Словом, для быстрой работы его более чем достаточно. Если взять графику, то у нас Mali-G52. Я проверяю производительность в играх на тяжелых танках. Игра постоянно обновляется и встает более требовательной. Особенно в части 3D эффектов. Так я скажу, что в тяжелых сценах FPS может проседать. Особенно в замесах. Играть на самых высоких некомфортно. Потому нужно ставить средние настройки. Тут вообще вопросов никаких не будет. Играть можно и даже нужно. И даже специальный игровой режим предусмотрен. Короче, игровой? Да. Хоть и не на все 100%. Звук из внешнего динамика ничем не примечателен. Не паршивый, но громкость средненькая. Низких частот нет. В наушниках понравилось, что есть хороший запас по громкости. И хорошие басы сразу ощущаются. И звук разборчив. Плюс можно регулировать эквалайзером. Во время разговоров и четкость, и громкость не вызывает нареканий. Все супер. Камера. Начну, пожалуй, с фронталки. Тут действительно сделан упор на нее. Девушкам точно понравится. 32 мегапикселя плюс куча всяких улучшалок, которые парням лучше отключать или минимизировать. А то если сильно хорошо, то это тоже нехорошо. Как говорят. Но даже не в лучших условиях съемки фото получаются очень даже приятными и смотрибельными. Основной модуль представлен сенсором на 16 мегапикселей со светосилой f1.78. Плюс широкоугольный модуль на 8 мегапикселей f2.2. Сейчас на ваших экранах основной модуль и широкоугольный. Основной делает фото при хорошем освещении действительно довольно качественными. Ширий, конечно же, уступает. Видно, что разрешение меньше. Больше мыла в кадре, особенно при кропе. Зато широкий угол. Не забываем, что тут также есть вспомогательный модуль на 2 мегапикселя для эффекта боке. Исправляется камера с этим хорошо. Ошибок мало, размытие приятное, ни много ни мало. В плохом освещении тоже результат вполне сносный. Камера довольно светосильная. Резкость, конечно, падает, появляются шумы, но как для телефона, очень даже неплохо. А вот ахилесовая пита данной камеры это видео. Тут с этим не заморачивались. Full HD 30 кадров и никакой стабилизации. Тест съемки видео на смартфон Vivo V17 Neo. Full HD 30 кадров это его максимум. Ну и стабилизации я не вижу. Вот, собственно, такое у нас качество. Сейчас светло. Все должно быть хорошо. Можно снимать видео и на ширик. И, честно говоря, я уже не помню смартфонов с такой ужасной картинкой в видео. Да, это ширик. Ясно, что должен уступать основному, но чтобы настолько. На экране смартфона это полбеды, а на мониторе 24 дюйма так вообще очень и очень слабо. Этот смартфон явно не для видео. Может потом допилят прошивкой, но не думаю, что очень кардинально что-то изменится. Автономность. Как вы понимаете, здесь современное энергоэффективное железо, плюс энергоэффективный экран и батареи выше среднего. И прям все карты сошлись. Смартфон реально очень живучий. На сутки, даже если с него практически не вылазить, хватит. И на двое суток можно рассчитывать, если мучить умеренно. За 30 минут видео при яркости 75% он теряет лишь 4% заряда. За 30 минут игр 8% и это очень даже хорошие показатели. Итог. Честно скажу, мне импонирует оболочка смартфона, его скорость, внешний вид, особенно версия с ромбами. Хоть этот тоже красив. И конечно же автономность. Отмечу также модуль NFC и оплату через Google Pay, все будет работать без проблем. Но и конкурентов у него хоть отбавляй. Пишите в комментах, кстати, если знаете таких, я специально не буду говорить. Мне бы хотелось видеть здесь Type-C порт в первую очередь, чуть лучше материалы корпуса. И по камерам в видео это вообще не его конек. Фото можно получать довольно хорошее, а вот фронталка так вообще зачет. Лично для меня есть 3 ключевых момента, почему он не стал бы моим аппаратом. Первое это видео. Я люблю качественное видео. Дальше micro USB порт. Я уже привык к Type-C и не хочу другого. Ну и конечно же AMOLED экран не мой выбор. Если же вас все это не смущает, то можно присмотреться к нему. И все актуальные цены на данного среднячка я оставлю в описании. А с вами был Андрей, канал Smart Plus. Не забывайте подписываться до новых гаджетов и ПК. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok